Как я мог бы разговаривать с Лаймой? Она не знает украинского, я не знаю латышский. Это часто используют. И у меня, конечно, своя, они по-своему правы, но у меня есть свое отношение к этому. И когда мне говорят, ты разговариваешь на мове агрессора, российскую мову, понимаете, о чем я говорю, да? Я заразумею. Да. Я говорю, а может быть агрессор разговаривает на русском языке? Вы понимаете разницу? Язык дам для коммуникации. Знаете, они написаны так, как они написаны мною, да? На большинство. Вот эти песни. Язык дам для того, чтобы мы понимали друг друга. А его используют просто в политических целях. Все. В глазах других быть неправым. Вот они говорят, нас это триггерить, нас это триггерить, да? Ну, хорошо, я понимаю вас. Такое сложное время. Люди очень сложно живут. Психика нарушена. Все очень раздражены. И, наверное, туда не приходите на эти концерты. Вы же знаете репертуар. Но специально переводить то, что не переводится, вот оно не переводится. Я ничего не понимаю вообще. Этапы Настя, я их прекрасно знаю. Люди популярные во всем СНГ. Но они любят Украину. Они действительно патриоты. Все любят Украину. Да. Они хорошие люди. Но могли бы в Тернополе спеть на украинском языке. Или, по крайней мере, я знаю... А у них есть репертуар на английском? Нет, у них нет. Но могли бы напрячься. Потому что я знаю даже русских исполнителей, которые приезжают на Украину. Они там хотя бы одну песню поют. Даже и Киркоров пел, и Кобзон. Они на украинском языке поют. И сразу... Кобзон сам Бог велел. Ну да. И сразу всем приятно. И, естественно, людям это очень нравится. Потому что это дань уважения. А если исполнитель приезжает в украиноязычный город и не поет на местном языке, то он рискует получить вот такие штуки, дивиденды. Потому что надо учитывать настроение народа.